МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участвующие в выступлениях по эрсаиши и джигитовке каскадеры активно готовятся к третьим всемирным играм кочевников. Вместе с ними в том числе и 19-летняя Диана, которая вот уже три года демонстрирует умелое владение элементами национальных игр. Команда решила выделить для меня вот этого коня по кличке Карагер. Я сама слежу за ним, сама присматриваю. Это очень умное животное, знает, с каким наездником, как себя вести. Если, например, оседлает ребенок, он может стоять, как вкопанный, и не сдвинется с места. Он тоже уже ко мне привык, ходит за мной, не отстает. Вот иногда вот так вот вместе гуляем. Среди профессиональных каскадеров Диана – единственная представительница прекрасного пола. Зрители, которые видят, как она выполняет трюки верхом на коне, нисколько не уступая мужчинам, не скрывают своего удивления. Родители, которые искренне переживают за дочь, признаются, что пытаются уберечь ее всеми способами. Вообще, сглаз – это тяжелая вещь. О безопасности думать надо, конечно. Все-таки часто выступаешь перед большим количеством людей. Бывают случаи, когда я заболеваю. И родители, в надежде, что мне это поможет, попросили носить вот эту красную нить. Каждый раз, когда начинаешь учить новый трюк, то, естественно, после тренировок где-то синяки появляются, где-то можешь пораниться. Увидев Диану на коне, в каскадерскую группу Sky Nomad пришли еще три девушки. Но, по признанию самих каскадерж, женщины в этом виде спорта почти не задерживаются. Получив две-три травмы или же после упорных попыток сделать сложный трюк, бывает, что и интерес, и азарт к каскадерскому делу у них пропадает. Лошади ведь разные. Есть тихие, спокойные. А бывает, попадаются и строптивые. Многое зависит и от наездника. Если сидишь в седле твердо, уверенно, то больше вероятности, что конь тебя не скинет, и все будет хорошо. Представящая церемония открытия третьих всемирных игр кочевников, как и в прежние годы, не обойдется без участия каскадеров, которые готовятся представить красочную шоу-программу и продемонстрировать все свое мастерство. Предполагается, что в общей сложности на арену выйдут около ста каскадеров, которые воплотят образы Кыркчоро, то есть сорока баатыров, верных сподвижников героя Манаса. Руководитель каскадерской группы «Скайномат» Улан Джумакматов признается, что после игр кочевников увеличилось количество молодых людей, которые заинтересовались конно-спортивными играми. У нас нет традиции специально кого-то приглашать в команду. Звать, просить, чтобы делали все это, потому что завтра придется брать ответственность за этого человека. Риски тут есть. Если упадет, то надо ведь отвечать перед родителями. Но если девушки сами интересуются, то мы, конечно, рады их принять. Тем более они быстро учатся, интерес у них очень сильный. Конечно, где-то жалеешь, а вдруг уйдет, девушек у нас и так мало. Мы-то уже видели подобные случаи. Например, Диана, уже третья девушка в нашей группе. До нее была девушка, которая выступала много лет. Но пришло время, она вышла замуж, и все, ушла. Потом год у нас девушек почти не было. Но позже появилась девушка по имени Нурзина из театра. Но и она вышла замуж, естественно, бросив каскадерское дело. Кстати, наша героиня до прихода в эту группу много лет занималась тэквондо и даже успела попробовать себя в модельном бизнесе. Сейчас она также занята подбором костюмов для показательных выступлений и говорит, что сила и смелость всегда должны сочетаться с красотой и женственностью. Национальный костюм, конечно же, занимает важное место в моем гардеробе. Это платье впервые я надела, когда выступала в Корее. Сама придумывала его, стараясь сделать интересным для иностранцев, чтобы было много разнообразных узоров. В нем я выступаю на соревнованиях по кискумай. Третьи всемирные игры кочевников начнутся в Кыргызстане 2 сентября. В их программу войдут соревнования по 37 видам спорта. Как ожидается, в них примут участие представители из 80 государств мира.